Не просто сложно, а очень сложно, потому что некоторые произведения написаны без учета сценического воплощения. Это просто музыка, потрясающая музыка, наверное, она достойна звучать просто в исполнении симфонического оркестра, в консерватории, для того, чтобы ее слушали. Нам надо было сделать все-таки визуальный вариант спектакля, поэтому многие части сокращены, сделаны купюры, потому что полностью сыграть 15-минутный фрагмент, например, в таком многожанровом спектакле, невозможно. Нам нужно было как-то это сокращать, по-новому переосмыслять и что-то такое делать. Поэтому, конечно, сложно. Мы взяли какую-то маленькую часть из огромного наследия этого композитора, и мы очень счастливы, что это вновь услышал зритель. Эта музыка снова ожила, ее никто не знал, не исполнял. Вот и вновь она на сцене в исполнении замечательных артистов, ведущих артистов балета и театра России. На самом деле, это большое чудо, что это состоялось. Мы так и задумывали этот спектакль, что главная идея этого спектакля – то, что любовь, если она не имеет какого-то возвышенного разрешения в жизни, она теряется так же, как и счастье, которое уплывает куда-то от нас вдаль, и мы не можем это задержать рядом с собой. Наверное, об этом спектакле, что, конечно, каждое мгновение, когда рядом любимый человек, нужно воспринимать как счастье. И этот корабль счастья, он нас приведет, наверное, куда-то к светлому какому-то финалу, в отличие от нашего главного героя. У нас все-таки спектакль заканчивается трагически, главный герой погибает.